Я хотел бы поздравить команду «Соперник» с победой, с заслуженной победой. Получилась интересная игра, множество голевых моментов. Я просто не припоминаю, чтобы у нашей команды было столько голевых моментов в одном матче. И команда «Соперника» забила 4 красивых гола. Я думаю, что зрители остались довольны, и очень приятно было окунуться в такую атмосферу футбольную, где много болельщиков, где болеют за команду. Но я думаю, что сегодня все по игре, единственное, нас подвела реализация голевых моментов. Но это, наверное, дело в нашем мастерстве. Скажите, что мастерство они попадают? Ну, я думаю, что, да, тех ребят в группе «Атаки» не хватило мастерства в завершении голевых моментов. Вы знаете, выигрывает тот, кто забивает голы. Для вашей команды это последняя игра не только в сезоне, а, видимо, на какое-то время какая-то пауза будет. Ну да, мы за 4 тура узнали, что наш клуб не прошел лицензирование, что мы не будем участвовать в первенстве ФНЛ-2. Естественно, все расстроились, и очень было трудно настраивать игроков. И вот сегодня, например, по нашему стартовому составу у нас не было ведущих игроков, которые или получили травму, или уже на последнюю игру не поехали. А третья лига будет? Ну, она уже началась, то есть первенство, ну, как раньше называли КФК, или любительская лига, она уже началась. У нас межрегиональный центр подготовки юных футболистов заявились только на кубок КФК. То есть даже губерующего состава не будет первенства КФК. Какие-то разговоры о будущем есть или пока? Ну, знаете, все как бы удивлены, не верю вся, наверное, футбольная Россия, что у нас такие условия, и, к сожалению, нет профессионального футбола. Ну, наверное, это связано с финансированием, у нас бюджетная республика, и тяжело найти спонсоров, и тяжело спонсировать команду из бюджетных денег. Ну, хорошо, что вот в этом году был профессиональный спорт, то есть профессиональная команда, к сожалению, например, позапрошлом году у нас тоже не было команды. Мы имеем такие хорошие футбольные базы, такой красавец, стадион, все условия для того, чтобы была профессиональная команда. Мордовия в 2014-2015 году заняла в РПЛ восьмое место, то есть я думаю, что это очень хороший показатель для нашей небольшой республики. Несколько лет назад у вас прошел матч финала Кубка Республики, именно на стадионе Чемпионата мира, он стал первым в этом роде. Что теперь будет со стадионом? Ну, стадион активно задействован, там проходят и UFL детские, и первенство, как говорится, и финал Кубка Республики Мордовия, и, например, там ключевые матчи, то есть и играют иногда даже любительские команды, то есть и проходят иногда детские турниры на главной арене, то есть и для ребят поиграть на турнире на том поле, где играл в 2018 году Криштиану Роналду, я думаю, что это мечта. Но я говорю то, что вот обидно, что не будет профессионального. С профессионального спорта, профессиональной команды. Спасибо.